ну а вот эрик клептон что это кучерявый там такой не кучерявый даже а кто что он кучерявый по-моему эрик клептон нет эрик патрик клептон да знаю этого типа он там тоже какой-то блин известный там был три года на героине сидел проторчал все свои дик гитары я про него читал еще давно синьку подсел лежал в реабилитационном центре лечился от алкоголизма а подожди он как бы он сольники там дополнил все зоны зиму ярдберс но да да потом он сольники короче лупил он играл потом еще криз была группа 3 втроем не играли джек брюс на басу джинджер бейкер на барабанах эрик клептон на гитаре и пел ну они что там года два три альбом но он тоже там в в историю вошел я помню у них у них вообще считалось крим самая сильная ритм секция говорит а вот когда же крутые были они душа басист у меня есть сольник этого джека брюса но он такой блин какой-то южен какой-то фанк но он и уже такой более свежий а потом он уже сольный альбом пошли так подожди а в каком году вот этот свингующий лондон начался 63 а роллинг это молодые были совсем но тоже отморозки были знатные короче все там на 2 двигатель прогресса был наркота какая наркота такая музыка короче получается да ну да так она и есть какая наркота такая музыка black sabbath а еще не было тогда по моему еще не было black sabbath по-моему 70 первый да по моему паранойи и но я могу ошибаться я был сам не сильно но тоже там в клёшках там залазили там во время тоже там не пойми блин то ли это рокеры то ли это хиппари как это были тоже с патлами кучерявыми и в клёшках зауженные рубашечки там цветастые цветастые с такими воротниками даже вот сток в каком году был 69 да вот там как раз расцвет этого всего был бы вот там дурь наверно на вот стоки было бы какой-то нахер нашествие тут российская там рядом не стояла лето любви ну за прикинь там порева пьяная устраивали обдолбанная голые там носились все тут у нас поносились дубиналами взобили бы нахер в и в обезьянник определили блин объявили и на агентами да это шутка конечно просто вот сток это было очень круто там наркоты говорят было вообще пропасть там в туалетах каких-то там блять просто так и бары барыжили там поссать заходишь а тебе там уже не гор какой-то наркоту там дает жри братан жри короче время было крутое саня слышал ты купил себе последний альбом red hot chili peppers я у того не слушал мне понравилось но оценка твоя как ну четыре звездочки но это фан все равно до какой-то у них там а почему четыре звездочки они 5 на 5 5 это уже вышок вообще это ну 4 3 короче альбом достойный как называется unlimited red hot chili peppers unlimited запомните пацаны саня рекомендует всем прослушать этот альбом да ну а там звук какой у них такой же вот и легенький даже еще полегче ну типа даже легче чем у youtube youtube у них бывают такие знаешь драйвов есть доброго не спорим а это такое не такой как это помнишь тут пожестче ну конечно пожестче тут пожестче был короче взять все понятно блять нам надо послушать red hot chili peppers взгляд и вообще как познакомился с группой red hot chili peppers пойти по мтв да вот эти вот клепаки там калифорникэйшн там броню калифорникэйшн более позднее а еще когда не было мтв у нас когда 93-й год ва-банк вот это а крутил но там в принципе блин а я даже не помню с какого-то альбома эта песня блин даже и не могу вспомнить их там альбомов было пропасть блин пока они там не выстрелили там волна этого фанка пошла и вот тогда они уже вылезли а там до этого куча альбомов у них было но она так всегда бывает блин какая-нибудь группа играет играет гнет гнет свою волнувлен потом раз и это стало модным у клептона тоже альбомов пиздец там я посмотрел дискографию наверно штук 25 вот интересно вот как они продавались хорошо продавались плохо продавались хрену хорошо просто из-за одного имени да ну да имя тоже важно имя если себе сделал то можно его автоматически просто купишь этот альбом много имя сделал себе блин и можешь какую херню там писать все равно купят чистушки начни пиздец равно купит скажу да это чувак прикалывается просто чувак уже три года на героиню там буровит там шо зря 200 гитар у эрика клептона охренеть где же он их держал специальный кабинет наверно блять у него какой-то выставочный был уже там поместье какой-то купил они все лог как лорды какие-то хренеть круто слушаю на феррари а на феррари так тем более блин наверно стопудово что-то жрали но нюхать наверное не нюхали а вот лс духу наверно жрали блин нашу там блять что там заморачиваться сильно надо на сахару капнул блять сожрал сильно не приду блин просто меняется все брать в красках и полиция не даю улицу ну да ходи чувак балдей у нас недолго у нас в россии вон водкой глаза заливали тут до усрачки а там капали себе лс да и балдели ходили да я лучше стакан водки у ебут наркоты а ты ее пробовал на коту что-то лучше ты знаешь что это кто-то говорит я ну да ваш синяков любого синяка спроси я говорит лучше не но это понимаешь саша этот кайф привычен там понятно но все равно почему ты хочешь лучше ты попробуй сначала потом сравниваю как ты можешь сравнивать если ты не пробовал почему ты решил что это лучше ну потому что это легально поэтому и лучше что легально то и лучше ты понял саша что легально то и лучше ну потому что это легкодоступно вот чем все дело тут же это ж надо они знаешь как думают вот почему они думают так типа укололся это мазался и без памяти лежишь подсеркать галлюцинации у тебя какие-то там дикие и ты лежишь такой блядь в отрубе блядь где-нибудь виздец это вот стопудом они так думают все так думают и мать моя так думала а потом я говорю ма я могу прикил мазный ты даже не поймешь я буду себя вести еще лучше чем трезвый мама поверила поверила стало более щепетильно блять в этом вопросе стал на ракте пригляд под чем ты блять да уже не на самом деле да он так и есть жить очень многие говорят что водки стакану пану гораздо лучше лучше мы конечно тут наркоту не пропагандируем не на понял не просто бесит но я отчета я счет с возрастом понимаю что водка это вообще какая-то дикое зло блять конечно там маски блять нах вообще про сплавляются нахер я не знаю если конечно пить какой-то свойский самогон вот как кеша иной раз приносит блять тот вроде блин его выпишет он какой-то вязкий блять от него спокуха какая-то блять а если с кб жрануть какой-то херни блять сразу вот все блять но я подвозь быка наху превращаешься а утром встаешь блять блять голова греется там блять двое суток не спишь от нее я не сплю на полу от суррогатов от этих ну конечно также и недаром говорят короток сон алкоголиков еще поспал полчаса да там выпал как из ямы выскочил что где есть еще а нету надо деньги искать побежали что давай звонить что да закуска нахуй снег заебись жвачка есть охуенно рэмбо покойный рэмбо покойный рябиной мороженой это коры дуба и со стола этого где в домино играли мне раз стоишь и пошел я недавно тут шел по пожарке а там какого-то чувака принимали ну видать бухова там а он там или на свет она судмедэкспертизу там везли а там жасмин зацвел короче вот эти цветы такой сорвал рукой такой в рот и хоба я думаю что он творит типа что перегара мне пахнет жасмином жасминовый приехал на экспертизу жасмина объелся жасмином закинулся ладно пацаны в общем истории такие будут потом новые еще почитаю слушайте хорошую музыку ходите на концерты адового мужика всем пис